В эфире программа Светофор. Здравствуйте! А наши маленькие ведущие уже пришли. Здравствуйте, дорогие телезрители! Жан, расскажи мне, пожалуйста, о тех автомобилях, которые летают. Ребята, сегодня мы с вами посмотрим замечательные советские кинофильмы, точнее любопытные летающие аппараты в них. Так, например, удивительным изобретением советских кинографистов станут летающие тарелки в детском многосерийном фильме «Гости из будущего», капсулы, которые способны перемещать людей по воздуху. Согласитесь, и вам бы хотелось прокатиться с ветерком. Самое интересное, что в 80-х годах, когда снималась лента о компьютерной графике и не задумывались так, чтобы на съемках летать, аппарат заставил просто прикрепив на веревочку. В одной из сцен полета видна стрелка установки, на которой он был подвешен. Также несколько раз отсвечивают тросы, на которых подвешены флипы. Постоянно меняются их бортовые номера. А в одной сцене, на заднем плане, на том берегу Москвы-реки, идет автобус. Выпуска середины 20-го века. В одном эпизоде даже видна дорога, по которой едет автомобиль, везущий на крыше флип. Но, несмотря на курьезы, фильм замечательный и летающие. Моторы во всех смыслах на высоте. До новых встреч, светофорчики! Пока! Программа продолжит новости автомобильного мира. Финляндия запретила пересечение границы через КПП Салва и Рая Йосепи. Финские специалисты поясняют, страна хочет запретить пересечение границы на велосипеде по причинам безопасности, так как эти погранпункты были открыты для автомобильного движения, и там нет отдельных дорог для велосипедистов. Другой причиной запрета стал наплыв беженцев. Просители убежища стали ездить на велосипедах, потому что пересечение границы пешком запрещено. Российские власти решились на ужесточение мер против владельцев АЗС и нефтебаз, которые торгуют некачественным бензином и дистопливом. На них установят оборотные штрафы в размере от 10 до 15% от выручки за предшествующий год. В 2040 году на полностью автономные автомобили придется 75% мирового автопарка, прогнозируют аналитики. Суммарная экономия, которую обеспечат беспилотники, может составить более 1 трлн долларов. А число аварий со смертельным исходом снизится на 70%, считают эксперты. Основным препятствием на пути создания полностью автономного автомобиля пока остается законодательство. В период с 18 ноября по 24 ноября текущего года на дорогах Удмуртской республики произошло 23 дорожных транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибли и 22 получили ранения различной степени тяжести. Из них 5 несовершеннолетних детей. Большую часть происшествий составляют наезды на пешеходов и столкновения транспортных средств. В двух случаях участники ДТП находились в состоянии обвинения. 18 ноября 2015 года около 18 часов 30 минут на 129-м километре автодороги Ялабуга-Перем, Алапургинский район, водитель грузового автомобиля Рено Магнум, мужчина 70-го года рождения, совершил наезд на пешехода мужчину 38-го года рождения, переходившую проезжую часть по пешеходному переходу без светоотражающих элементов. В результате ДТП пешеход получил смертельную травму. Уважаемые пешеходы, в сложной ситуации водитель не всегда может применить экстренное торможение, поэтому не рискуйте, переходите в проезжую часть только по пешеходным переходам, убедившись, что водители транспортных средств уступают вам дорогу. Максимальная концентрация, внимание и строгое соблюдение правил дорожного движения за залог вашей безопасности и безопасности окружающих. 21 ноября 2015 года около 16 часов на 88-м километре автодороги Лабуга-Перю, Можгинский район, водитель автомобиля марки Лада Калина, мужчина 68-го года рождения, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом марки Газель под управлением мужчины с 71-го года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля Лада Калина получил смертельную травму. Уважаемые водители, соблюдайте скоростной режим, высокая скорость движения увеличивая как вероятность совершения дорожно-транспортного происшествия, так и тяжесть его последствий. 24 ноября 2015 года около 10 часов на 146-м километре автодороги Лабуга-Перю, Малопургинский район, водитель автомобиля ВАЗ-2104, мужчина 86-го года рождения, при обгоне не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Шевролет» под управлением мужчины 86-го года рождения. После столкновения водитель автомобиля «Шевролет» выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Камаз» под управлением мужчины 62-го года рождения. В результате ДТП водитель автомобиля «Шевролет» и его пассажир-мужчина 78-го года рождения получили смертельные травмы. Ну вот, ехал в сторону Пурги. Хотел выйти на обгон. Хотел или вышел? Нет, хотел выйти вот так. Из полосы выехал и своей? Выехал. Значит, вышел на обгон? Да. Дальше что? Потом хотел, ну увидел то, что навстречу, то ли фура, то ли КамАЗ, вот такой большой же. Встал на полосу. Потом начал вот так вот крутить вертель. И вот почти уже машина остановилась и удар пришелся. Скорость какая была ваша? Ну, 60-70, потому что передо мной... И на 60 начало крутить вертель? За прошедшую неделю на территории Узмурской республики сотрудниками госавтоинспекции за нарушение, связанное с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, были задержаны 130 водителей. Из них 14 участников совершили дорожно-транспортное происшествие. Уважаемые участники дорожного движения, если вы стали очевидцем того, как водитель, имеющий признаки опьянения, управляет транспортными средствами или только собирается сесть за руль, то незамедлительно сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефону 940-700-940-701, полицию по телефону 02 или 022 с мобильным. Помните, что ваш звонок может спасти жизнь вашего близкого или иных участников дорожного движения. Госавтоинспекции, эксперты в области дорожной безопасности постоянно напоминают о том, что перевозка детей в салоне автомобиля без детского удерживающего устройства недопустимо. Нахождение ребенка в процессе движения на руках у матери вообще является одним из самых опасных методов транспортировки. Несмотря на это, многие родители до сих пор не отдают себе отчета в необходимости соблюдения мер безопасности. Как показал проведенный опрос, половина респондентов готова проявить гражданскую позицию в решении этой проблемы. В общей сложности 47% опрошенных заявили, что не останутся равнодушными и предпримут те или иные действия, если увидят, что ребенка собираются перевозить в машине без детского удерживающего устройства. Так, 28% попробуют объяснить водителю опасность его действий, 15% личным примером покажут, как необходимо перевозить детей, и 4% сообщат в полицию. Управление ГИБДД МВД Удмуртии по-своему отметили Всемирный день ребенка. Для всех желающих детей в возрасте от 12 до 16 лет и их родителей в здании управления ГИБДД МВД по Удмуртской республике прошел день открытых дверей. Участники встречи получили ответы на интересующие вопросы, ознакомились с изменениями в законодательстве в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, узнали об ответственности за нарушение требований правил дорожного движения и статистикой аварийности на территории Удмуртской республики. Дети просмотрели фильм о важности использования светоотражающих элементов при движении пешехода в темное время суток, узнали принцип действия фликеров и наглядно убедились, насколько данные элементы позволяют водителю своевременно заметить пешехода и предотвратить наезд. И несколько слов о профессионализме в Ижевске прошел республиканский конкурс «Автопрофи-2015». Все подробности далее в сюжете. Кто учит, управляет нас автомобилем. На такой вопрос все участники конкурса «Автопрофи» не задумываясь ответят лучше из лучших. Республиканский конкурс мастеров производственного обучения автошкол собрал уверенных в себе и неравнодушных в своей специальности ассов. Первый шаг на пути к победе – проверка знаний теоретической части правил дорожного движения. На этом испытании участникам необходимо было не просто ответить на экзаменационные вопросы, но сделать это в максимально короткие сроки. На втором этапе инструкторам предстояло оформить ДТП посредством Европротокола. Кроме того, мастера соревновались в искусстве управления авто на отдельных площадках. Здесь на автодроме их ждала проверка педагогических навыков. Быстро и внятно объяснить ребятам без какого-либо опыта вождения, как выполнить непростое упражнение. Благодаря увлекательным испытаниям и неординарности конкурсантов на соревновательной арене царил здоровый азарт и всеобщее ликование. Подогревал интересы тот факт, что в качестве судей представители Министерства образования и науки Удмуртии, управления ГИБДД МВД, юристы, руководители крупнейших автошкол Перми и Казани. Все участники были награждены ценными призами и дипломами. Третье место занял инструктор автошколы строительного техникума города Ижевска Родион Рыжков. А золото и серебро конкурса профессионального мастерства взяла автошкола «Гармония». Стоит отметить, что Андрей Кочеров, обладатель пальмы первенства, изначально сидел на скамье запасных и мог вообще не попасть на автотурнир. Но, как показал конкурс, запасной не лишний, а первый. Сознал я, конечно, не сразу же, но чувство, конечно, незабываемое, очень приятно. Пообщались с инструкторами других городов. Все равно полезно, обмен опыта. Мы уже готовы, получается, выходить на новые уровни. Город прошли, республику прошли. Можно теперь уже в другие регионы ехать, попробовать посоревноваться, обменяться опытом. А мы с вами прощаемся ровно на неделю. Только доброго вам пути и до свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова